Давайте начнем. Да, хорошо, спасибо. Сегодня наш вебинар посвящен технологии InfiniBand и каким образом эта технология может помочь вашему бизнесу. Итак, короткий план. Я в целом расскажу про технологию InfiniBand. То, что InfiniBand изначально она пришла из мира суперкомпьютеров, но сейчас она активно используется и среди бизнес-приложений, бизнес-систем. А также расскажу о практическом опыте применения технологии InfiniBand внутри компании, в частности для создания облачной платформы. Итак, о технологии. InfiniBand это высокоскоростная коммутируемая посветная шина, применяемая как для внутрисистемных, для внутренних соединений, так и для межсистемных соединений. То есть она позволяет соединять разные компьютеры между собой на очень высокой скорости. Стандарт и технология появилась, можно сказать, в 1999 году, когда такие компании, как ABN, Linox, Cray, HP, Oracle создали организацию IBTA, целью которой является создание как раз технологии, которая обладает, во-первых, высокой производительностью, во-вторых, надежностью и, в-третьих, простотой. Также немаловажным фактором при создании технологии является интероперабельность. То есть эта технология должна работать, по идее, с любыми операционными системами, с любыми типами процессоров. И, как мы видим, эти технологии действительно работают. То есть InfiniBand используется, как для операционных систем, работает и под Linux, и под Windows, и под Oracle Solaris. И также на любых процессорах, будь то Intel процессор или PowerPC, Power от 1, либо Spark от Oracle. Следующим одним из требований является также очень низкая задержка при передаче данных. Это требование появилось, так как технология развивалась именно для суперкомпьютеров. Для суперкомпьютеров крайне важно, чтобы сообщения, которые передаются от одного сервера до другого, были минимальными. Также очень важно для производительных вычислений, чтобы процессор не затрачивал время на непосредственной передаче данных. То есть InfiniBand позволяет также снизить нагрузку на процессор. Если говорить о компаниях, которые предлагают InfiniBand решения, то лидирующей компанией на рынке является Melanox. Тут на графике представлены стандарты и скорости на слайде. Сейчас действующий стандарт это FDR, переводится как 14 Data Rate, то есть по одному каналу примерно 14 Гбит в секунду. Учитывая, что, как правило, все коннекторы из четырех каналов, то суммарно мы получаем 56 Гбит в секунду. Следующим стандартом является EDR, по-моему, переводится как Evolution Data Rate. Там уже скорости будут на один канал 25 Гбит в секунду, то есть на четырех каналах будет 100 Гбит в секунду. У компании Melanox при этом есть решение как для InfiniBand, так и для Ethernet. Причем сетевые карты могут работать как в режиме Ethernet, так и в режиме и InfiniBand. Более того, если используются карточки от Melanox и коммутаторы от Melanox, то для Ethernet возможна скорость 56 Гбит в секунду. Как говорил, если есть вопросы, можно писать в чат. Сейчас поговорим об особенностях технологии InfiniBand. Первой особенностью является топология. В InfiniBand принято использовать топологию под названием толстое дерево, либо leaf spine. То есть есть два уровня коммутаторов, выделяются два уровня коммутаторов. Одни коммутаторы подключаются к серверам, соответственно, один уровень коммутаторов. Второй уровень коммутаторов соединяет остальные коммутаторы между собой. При этом топология может быть толстое дерево, так и тонкое дерево. Это все зависит от того, какое количество соединений между коммутаторами верхнего уровня и коммутаторами нижнего уровня. При правильном настроении топологии отказоустойчивость обеспечивается избыточными связями между компонентами, при этом она обеспечивается автоматически. То есть нет необходимости какой-либо дополнительной настройки, будь то на коммутаторах, будь то на серверах. Более того, такая топология позволяет масштабироваться буквально от 36 до более чем 3000 портов. То есть технология обладает замечательной масштабированностью. Следующей характеристикой особенности MeFlyBank является то, что она абсолютно обратно совместима между всеми стандартами. То есть можно, если есть уже инфраструктура, например, на стандарте QDR, то в эту инфраструктуру уже можно подключить карточки со стандартом FDR. Да, безусловно, они будут работать всего лишь на 40 для битв в секунду. Но при этом постепенно можно добавлять коммутаторы FDR и постепенно переводить инфраструктуру с более старого стандарта на более новый стандарт. Это работает автоматически. И более того, например, если карточки EDR, например, будут уже доступны, а коммутаторов еще нет, то можно уже использовать карточки более нового стандарта со старыми коммутаторами и постепенно старые коммутаторы обновлять. Более того, обновление происходит абсолютно прозрачно, без каких-либо даунтаймов. Следующей особенностью технологии InfiniBand является RDMA. RDMA это Remote Direct Memory Access. Это значит, что один сервер, например, может при необходимости получить доступ к памяти другого сервера, и при этом вся механика будет произведена на уровне сетевых карт. То есть это технология, которая позволяет из InfiniBand выжать максимум. Почему? Потому что когда используется RDMA, центральный процессор в процессе передачи данных не используется. А при этом гарантируется, что данные не будут потеряны, что данные, как были определены в памяти, как она была на одной системе, должна была быть передана, так она на другой системе гарантированно будет передана. Это обеспечивается тем, что в InfiniBand на уровне протоколов, номерного стандарта сразу обеспечивается отсутствие потерь данных. То есть если необходимо, например, снизить нагрузку на процессор, то InfiniBand может быть очень хорошим решением и, пожалуй, лучшим на рынке. Безусловно, преимущество номер один в InfiniBand – это его скорость. Тут представлено сравнение. Верхняя таблица сравнивает производительность работы сети в одном из выучительных кластеров. Как мы видим, FDR обеспечивает задержку всего лишь 0,7 микросекунд по сравнению с 7 микросекундами, например, на 10 гбит Азернет, либо более полутора секунд на 40 гигабит в InfiniBand. Воле того, что скорость пропускает способность, а FDR – 6,8 гигабайт в секунду. Мы, в свою очередь, тестировали, и мы подключали, например, флэш СХД к InfiniBand, и мы получали скорость более 5 гигабайт в секунду на хост при копировании данных с этой СХД, либо на СХД. То есть такую скорость получить на Эзернет 10 гигабит практически нереально. Вторая таблица показывает различные стандарты. То есть сейчас действующий стандарт популярный – это FDR. Пока что такие решения представляет только Меланокс. Решение QDR сейчас есть от компании Intel, после того, как она приобрела компанию QLogic. В 2015 году выйдет новый стандарт – это EDR. То есть это стандарт со скоростью 100 гигабит в секунду. То есть такую скорость можно использовать для двух вещей. Например, либо для того, чтобы снизить количество соединений между коммутаторами. То есть, например, в два раза. Так как производительность EDR в два раза больше, чем FDR. Это первое, для чего можно использовать EDR. Либо, если скорость, в принципе, EDR для какой-то значения не хватает, то можно перейти на 100 гигабит в секунду. Вторым очень важным преимуществом InfiniBand является ее простота и надежность. То есть, на InfiniBand позволяет заменить, например, Fiber Channel и Ethernet быстрый, там, 10-40 гигабитный. В частности, мы это использовали при построении облака ПРОП. У нас используется только InfiniBand, по InfiniBand верняется трафик между виртуальными машинами и системами хранения данных. При этом, безусловно, одна гигабитность для настройки, для менеджмента она остается. Но, тем не менее, вместо двух сетей у нас получается всего лишь одна сеть. Это, на самом деле, большая экономия, во-первых, на оборудовании, во-вторых, на обслуживании, что нужно обслуживать меньшее количество коммутаторов. И это также обеспечивает более высокую производительность. Потому что типичный стандарт Fiber Channel это 8 гигабит в секунду. Чтобы получить аналогичные скорости на Fiber Channel, необходимо использовать 4, либо даже 8 соединений одного хостера. Следующим преимуществом InfiniBand является автоконфигуированный поток. То есть, сеть мы настроили, то есть коммутаторы соединили по топологии. И просто кабелем соединяется карта на сервере и коммутатор. В принципе, все. Далее можно на сервере смотреть состояние портов. И порт, если все хорошо, он переходит в рабочее состояние. То есть, никаких дополнительных настроек, каких-то переключений, настроек, что-то на уровне хостера делать не нужно. Следующим преимуществом большим является сокращение потребления процесса созданного с памяти и контекста переключения. Что это значит? Если он использует RDMA для передачи данных, то так как процессор не участвует в передаче данных, то количество необходимых переключений из программы в ядро и наоборот резко сокращается. То есть, если не использовать RDMA, то максимальная скорость, которую можно получить, она ограничена примерно 20 гигабайтами в секунду. Если же использовать InfiniBand, то можно получить полную скорость, то есть порядка 50 гигабит в секунду, без проблем, без каких-то дополнительных тетростей. Получается. Также в InfiniBand есть режимы передачи данных. То есть, есть режимы, так называемые, Connected Mode, DataGram Mode. Они отличаются тем, что в Connected Mode сначала создается некое соединение между двумя серверами, и по этому каналу, и по этому каналу уже данные передаются. Вот. DataGram Mode, он, это примерно как UDP в обычных сетях. То есть, данные передаются по пакетам. Кстати, в InfiniBand размер пакета 2 килобайта. Вот. При этом у DataGram есть свои преимущества, но, как правило, он настраивает всегда режим в Connected Mode. То есть, режим Connected, тогда, когда устанавливается соединение. И также следующим важным, важным отличием, например, от Ethernet, в InfiniBand является то, что проверка на наличие ошибок, она происходит, можно сказать, заранее. То есть, при передаче данных, например, в Ethernet, когда в Ethernet передаются данные, то есть, сервер проверяет данные, и, в принципе, не ожидается от другой стороны, сможет ли она принять данные, или не сможет ли принять данные. В InfiniBand же при передаче данных сначала, перед передачей данных с удаленной стороной происходит некая договоренность, что сейчас достаточно количества буферов, что данные, которые сейчас будут переданы, они точно будут получены, что они не будут сброшены где-то при получении. То есть, в InfiniBand, если смотреть на интерфейсе, на потери пакетов, то эти потери пакетов только на исходящем интерфейсе, то есть, это значит, что в сеть мы не можем передать такой количественной данных без потерь. И при этом гарантируется, что если данные ушли в сеть, то они до конечной точки всегда дойдут, без каких-либо каких-либо. Итак, какое же есть оборудование для технологии для InfiniBand? Ну, в первую очередь, это адаптеры. У компании Malanox есть адаптеры с технологией VPI, который позволяет интерфейс переключить из режима, один из портов из режима Ethernet в InfiniBand и наоборот. Это первая часть. Второй момент, то, что эти сетевые карточки, они поддерживают технологию виртуализации, то есть, SR-IoV, то есть, можно InfiniBand карточку от Malanox, например, ConnectX 3 и выше, ее разделить на несколько виртуальных карточек, по-моему, до 16, и каждую такую виртуальную карточку отдать непосредственно в виртуальную машину. В 2015 году выйдут карточки ConnectX 4, которые уже будут поддерживать стандарт EDR, то есть, 2 ГБ. Это первое новшество. Второе новшество, то, что эти карточки будут полностью поддерживать технологии VXLAN и NVEGRE. То есть, если вы строите некую облачную платформу, и вам необходим достаточно высокий уровень производительности, то с новыми карточками от Malanox, возможно, получить между виртуальными машинами просто огромная скорость, то есть, более 20-40 гбц. Следующий компонент сети – это коммутаторы. У Malanox есть достаточно широкий спектр этих коммутаторов, начиная от 12-портовых коммутаторов, которые ставятся в стойку, до коммутаторов на 648 портов. Это уже практически одинная стойка, полностью забитая инфинемент портами. Также у Malanox есть компонентная управляемая и неуправляемая. Основное отличие в том, что в управляемых коммутаторах работает операционная система, управляемые коммутаторы при наличии лицензии позволяют часть своих портов перевести в режим Ethernet. Мы, например, такую возможность использовали при плавной миграции с Ethernet на InfiliBand. И третья важная особенность управляемых коммутаторов – то, что у них есть так называемый сабнет-менеджер. Сабнет-менеджер – это необходимый компонент сети InfiliBand, который, грубо говоря, управляет сетью, который управляет сетью фабрикой. То есть, когда новый хост, например, входит в фабрик, он обращается к сабнет-менеджеру и у него узнает, какие еще есть хосты в сети, какие есть коммутаторы, как до других хостов, каким образом он может попросить. Так, следующий... Так, я вижу вопросы. Задали вопрос. При режиме совместимости Ethernet время передачи пакетов сокращается? Да. Если используется режим Ethernet, то есть это не режим совместимости, это, в принципе, режим Ethernet. И время коммутации при работе в Ethernet, оно примерно такого же порядка, как и в InfiniBand. То есть это порядка 1 микросекунды. Так, кабели. Кабели могут быть оптические и либо медные. Расстояние, соответственно, у медных кабелей, по-моему, максимум, это 5 метров, у оптических до 30 метров. Максимальное расстояние оптического кабеля. Обычного. Очень часто спрашивают, может ли InfiniBand работать на большие расстояния, то есть вне сода. Да, сейчас InfiniBand может на больших расстояниях работать, у Melonox есть решение для создания метров сетей, то есть позволяет передавать по InfiniBand данные на расстоянии от 10 до 80 километров. Это так называемые Long-Hall коммутаторы. И, как раз, представляется далеко уже система, то есть для работы необходима просто темная оптика между между цодами. Сама система состоит из InfiniBand коммутатора и DVD-M модуля. В DVD-M модуль подключается темная оптика, в InfiniBand коммутатор подключается остальная сеть. При этом скорости сейчас доступны от 40 до 80 гигабит в секунду. Перейдем к следующей теме. Итак, где же из чего используется InfiniBand, кроме как в кластерах? Тут, например, на слайде представлен железный человек, третья часть. В частности, там был момент, где Тони Старк использовал Oracle Exadata для того, чтобы найти какие-то данные. Внутри этого шкафа Oracle Exadata внутри используется InfiniBand. Как говорит компания Oracle, во-первых, InfiniBand позволила снизить цену итоговую, так как вместо нескольких сетей, то есть, например, 10-40 гигабит Ethernet и Faber Channel у них только внутри одна высокоскоростная сеть. Во-вторых, InfiniBand позволяет легко масштабироваться, то есть, до 8-ми стоек можно объединить без необходимости каких-либо внешних коммутаторов. RDMA позволяет снизить нагрузку на процессор и таким образом увеличить производительность работы приложений. А также, благодаря тому, что у них используют InfiniBand, время бэкапа сократилось примерно в два раза. Также InfiniBand я вижу вопрос. Как я сказал, 30 и более метров есть кабеля. А вот на большее расстояние это как правило либо Long Hold, то есть, это если необходимо между плодами. А насчет кабелей 100 и 200 метров на самом деле нужно уточнить. Я думаю, такие решения у Иванокса также есть. Но при этом не рекомендуется все-таки на очень большие расстояния, так как увеличиваются задержки. Чем больше метраж, тем больше будут задержки при передаче данных. Кроме того, InfiniBand на самом деле поддерживается и в системах виртуализации, то есть в VMware можно в ESXi поставить драйвер для InfiniBand и запускать виртуальные машины, в них либо можно пробовать напрямую. То есть InfiniBand также поддерживается и в средах виртуализации, в частности в VMware. Да, появляются вопросы. Я на вопросы отвечу в конце доклада, чтобы его не разрывать. следующее решение, в котором используется InfiniBand, это Microsoft Real Data Warehouse, то есть это что-то с тем аналогичное Oracle Exadata, то есть это шкаф, в котором есть сервера SHD, которые объединены InfiniBand и позволяет быстро выполнять запросы к базе данных. То есть например к хранилищу объемом 100 ТБ запрос в такой системе выполняется менее чем за 2 минуты, во время как при использовании обычного Ethernet, такой запрос выполнялся бы порядка 2 минут. Второе решение, которое есть у Microsoft это SMB Direct, то есть SMB Direct поддерживает RDMA, таким образом возможна передача данных между файловым сервером и клиентом на уровне 5 ГБ в секунду и выше. И при этом резко снижается нагрузка на центральный процессор. Следующее очень интересное решение, которое использует InfiniBand это ScaleMP. Грубо говоря, это виртуализация только наоборот. Если в обычной виртуализации сервер делится на виртуальные машины, то ScaleMP позволяет наоборот несколько серверов объединить в один большой сервер. Для этого используется InfiniBand, то есть ScaleMP представляет собой один небольшой гипернизор, который целиком использует InfiniBand карточку, которая вставлена сервера и позволяет объединить до 32 тысяч процессоров и до 250 терабайт оперативной памяти. Более того, внутри такого большого сервера можно также запустить виртуальные машины. Внутри можно запустить гипернизор KVM и таким образом запустить виртуальную машину например на 8, 16, на 32 серверах. На самом деле когда очень часто на конференциях, когда про облака только начинали говорить, как раз спрашивали, что облака это технология, которая позволяет два сервера и более объединить в один более мощный, на самом деле нет, облака позволяют несколько другие вещи делать, а вот как раз два сервера и более объединить в один позволяет технология Scale MP. Какой же в хрунке практический опыт использования KINIBANDA? Исторически в облако KROG состоит из двух цодов цод на Волочаевской и цод на компрессор цод на Волочаевской начально был на 10 гигабит Ethernet а цод компрессор был на InfineBand где сразу на InfineBand был построен промышленно стали эксплуатировать InfineBand сеть начиная с 2013 года и за это время ни одной проблемы с InfineBand сетью не возникло то есть мы постоянно расширяемся добавляем сервера бывает момент когда сервера выходят из строя бывает когда необходимо например обновить прошивку коммутатора мы совершенно без проблем от коммутатора выключаем обновляем прошивку и снова вводим сеть суммарно у нас более 500 портов около более 300 серверов а в этом году мы перевели с интернета на InfineBand облако в Соди Волочаевское при этом мы перевели абсолютно без даунтаймов каким образом мы это сделали коммутаторы Melanox 6036 позволяют при необходимой лицензии позволяют несколько своих портов преобразовать в режим Ethernet и объединить в один общий L2 сегмент Ethernet и InfineBand C вот то есть мы сделали два коммутатора 6036 от них по два порта подключили в ядро Ethernet сети объединили эти сети и плавно во первых мигрировали виртуальные машины мигрировали виртуальные сети так как у нас в облаке используется технология SDN и сетевая виртуализация то у нас не важно поверх всего работать то есть это либо Ethernet либо InfineBand мы плавно смигрировали сети с Ethernet на InfineBand и также мы плавно смигрировали по систему хранения то есть мы подключили например новые сервера в InfineBand сегмент и скажем старые старые сервера так как у нас InfineBand и сервера был введен то старые сервера также имели доступ к новым серверам на сегменте InfineBand то есть такая миграция была произведена без лайн-таймов то есть все преимущества InfineBand на этом проекте мы ощутили и на самом деле очень очень рады работе этой технологии то есть то насколько она предсказуема насколько она отказоустойчива и производительна так в принципе мой доклад да тут еще один слайд который показывает что InfineBand во-первых я наверное про это еще не рассказал InfineBand используется практически на всех более 80% топ 500 самых больших компьютеров используется InfineBand то есть Nasi Los Alamos то есть InfineBand технология которая на самом деле отработана и более того есть такие машины как мейнфреймы вот и они для соединения внутри системы или между системами также используют на самом деле InfineBand вот InfineBand можно использовать в тех задачах где либо есть необходимость высокой производительности то есть высокой скорости передачи данных а там где строится новая система и есть желание скажем сэкономить ими только одну сеть а не две сети там где нужна высокая надежность при передаче данных там где нужна легкая масштабируемость то есть для всех этих задач InfineBand прекрасно подходит если есть вопросы можете их задавать сейчас так надо ли использовать и коммутаторы и сетевые адаптеры совместно или можно так или можно сетевые адаптеры оставить стандартное Ethernet а коммутаторы используют InfineBand в такой структуре что-то изменится смотрите если что показать коммутаторов то у Меланокса есть только управляемый коммутатор позволяет переключать между режимами Ethernet и InfineBand а также у Меланокса есть отдельные коммутаторы для Ethernet то есть если мы используем 60L6 либо любой другой коммутатор Ethernet то он будет совместим с любыми карточками Ethernet в частности мы это использовали когда мигрировали облако в цоде Плачаевское с Ethernet на InfineBand так должны поддерживать SKD InfineBand так же как сервер то используется протокол да безусловно SKD должна поддерживать технологию InfineBand например Violin Memory он поддерживает InfineBand в качестве протокола там используется SRK в частности в облаке мы используем InfineBand используют там где нужна огромная очень высокая производительность а может использовать это не